Кто-то отдал жизнь за Родину, кто-то продолжает служить Отечеству. Среди десятков портретов героев со всей страны есть наш земляк Александр Шишков. В своем голубом берете он смотрит с улыбкой на всех пришедших на выставку. Защитник Родины, командир подразделения, с детства мечтавший стать офицером. Александр погиб в ходе спецоперации на поле боя, защищая своих бойцов до последнего. Как мне рассказывали его заместители командира, мы, говорит, тетя Алла, его тащили за собой. Саша, все, все, идем, отходим, все. Мы не соберем остальных. На что он сказал, нет, я соберу всех. Он собрал оставшиеся подразделения. Но, как ребята сказали, это снайперская пуля была, смерть мгновенная, в артерию. Выставки, герои и подвиги проводятся по всей России. Организатором выступает Российское военно-историческое общество. Такие акции – это дань уважения героям, благодарность за их подвиги. В выставке представлена не просто история военных побед, военных подвигов наших героев. В выставке прослеживается мысль единства нашего народа. В выставке прослеживается мысль соответствия подвигов наших героев, наших бойцов в любые времена. Мы знаем, что Россия, Русь традиционно, к сожалению, подвергается нападениям со стороны различных государств. Места для проведения подобных выставок по всей России выбирают самые массовые, чтобы о героях знало как можно больше людей, особенно молодежи. Человек, который помнит память, есть память о людях, которые защищали наше Отечество, защищает на сегодняшний день наши рубежи, отдавая свою жизнь. В дальнейшем и будет развиваться наша история. Это один из элементов воспитания, патриотического воспитания, которое некоторое время назад мы просто забыли и не нужно это признать. На наших подвигах, на подвигах простых людей, простых солдат, офицеров российской армии нужно воспитывать. Познакомиться с современными героями и прочитать об их подвигах можно совершенно бесплатно на Ульяновском центральном железнодорожном вокзале до середины мая. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ. Светлана Карпухина.